Россияне стали жаловаться на затруднения движения в Казахстан. Например, в выходные в Оренбургской области на пункте пропуска пробка растянулась на 2 километра. Одна из причин топлива – бензин по ту сторону границы значительно дешевле. Выгоду от такого соседства пытаются извлечь и жители нашего региона, тем более с Казахстаном граничат три района Тюменской области, в том числе Казанский. Зачем едут земляки, узнавала Оксана Павлова. Почти в каждом номере районной газеты можно увидеть объявления о поездках в Казахстан. Одно пассажирское место стоит 500 рублей. Ехать, к примеру, от Ильинки до центра Петропавловска всего 90 километров. Поездки всегда оправданы, особенно в будни, когда курс 1 к 6. Отдаешь одну, как говорится, тысячу, получаешь пресс денег и расходуешь. А я вот в них плохо как-то понимаю в этой тенье, поэтому берешь все, что на глаза попадет. Пока не кончится. На тысячу можно много взять. Иван Брыксин еще 10 лет назад жил в Казахстане. В Казанский район переехал, выйдя на пенсию. Живет своим хозяйством. Разводит птицу, кроликов. В соседнее государство ездит еженедельно. Навестив сыновей, отправляется на рынок. Затаривается продуктами и покупает впрок бензин. Желающие есть в Казахстане, подтаксовываю маленько. Если есть желающие, вожу продукты, бензин, там все как бы подешевле, шмутки. Даже вот по бензину, к примеру, если курс 4, допустим, бензин получается дороже там на Россию. Если сейчас курс 6, бензин получается порядка 28 рублей, здесь 41. Правда, много бензина не увезти. Есть ограничения до двух канистр. А вот продуктов можно набрать, как говорится, вагон и маленькую тележку. Александр Сафонов ездит в сопредельное государство каждые две недели. Особенно любит бывать на Петропавловском рынке. И не только потому, что там дешевые и вкусные товары. У нас как-то, ну не хочешь брать, ну иди. Не бери, а иди, а там, если они тебя поймали, все они не отпустят. Все равно у них купишь. Они тебе сделают скидку с 30%, 40%, 50%, и ты все равно у них возьмешь. Местные предприниматели также используют возможность выгодного соседства с Казахстаном. В каждом сельском магазинчике можно увидеть продукты из Петропавловска. Строго я их беру. Почему? Мне нравятся они, я сам из Казахстана. А? Продукты все вкуснее, мне кажется. Так что я беру конфеты, арбузы, фрукты, я все там беру. Нравится, печенье вкусное привозят. И, наверное, подешевле, да? Ну, подешевле, конечно, чем так. Поэтому, да. В Казанском районе три территории являются приграничными. И очень многие стараются сэкономить благодаря поездкам в Казахстан. Оксана Павлова, Евгений Питько, Тюменское время. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...